Девушки отдыхают Зато вчера целая очередь Угу, с дачи всем понаехали, женатики Хотя, утром контингент, конечно, поинтереснее будет Но они тоже все женатые Тут надо брать вечером Поздно вечером И так неторопливо и вальяжно Юляш, ты как на рынке, честное слово Понимаешь, любовь, она же... Любовь? Да, любовь Она может появиться в любой момент Выехать с любого перекрестка Вот возьмет и не прямо поедет А повернет прямо к тебе Да? А у этой твоей любви случайно не джип С такой аэрографией? Ну знаешь, если машина необыкновенная То и человек, отдай блокнот Юляша, отдай блокнот А вдруг твой принц больше не приедет? Приедет! А вдруг он маньяк? Не правда! Зануда! Нет! Юляша, ну будь человеком! Отдай мне блокнот! Ты его видела всего один раз в жизни! Ну что? Не хватило Назад! Дай, дай, дай! Господи У меня все под контролем Приветствую вас Здравствуйте Вы давно у нас не были А я здесь раз в месяц бываю Тут прихмахерская недалеко Да, какое совпадение Оксана-то ведь тоже у нас там стрижется Да Собачья прихмахерская? Ну так Она только Кончики подравнивает Извините Да, Марина Ты сошла с ума? Привет, Виза Отвези дочан в аэропорт Какой аэропорт? Ты же сказал, водитель быстрее Ну, милый, водитель в пробке Я из центра за час не доберусь Ну, ты же стрижешь сегодня бабулину собачку Уже подстри И аэропорт как раз в том направлении Давай, давай, Мася Нам так нужны эти дочани Ну, солнышко, ну куда я бабе А тоже софину дену Ну, запри ее в багажник Ты же знаешь, господин Халтон Не терпеть собак Ладно Пока Погоди Давай, Мася Шухер А, да Девушки, как вы думаете Насколько хватит воздуха в багажнике? А Что вы? Как можно? А если она задохнется и умрет? Да Бабуля этого не переживет Да, вот А вот Оксаночка у нас Очень любит собак Просто безумно И собаки ее тоже, да? Любят Все без исключения Верно, пупсик Бабета Жозефина Вы действительно можете присмотреть пару часов Вы знаете, я вам буду очень-очень признателен, если вы это сделаете Если что, звоните Спасибо Спасибо Держись Вот видишь Всего две минуты И уже первый поцелуй Ну, какой же это поцелуй? Неплохо Да, он-то у нас, оказывается, вице-президент банка Да? Ой Собака, так с характером Держи ее Юляша, лови ее Жоржетта, стоять! Ну, трудности нас не пугают И путь к мужчине лежит через его собаку Через бабуля Это же ее собака Так, у тебя есть два часа, чтобы любить себе эту муфту И принц твой Как? А, чипсы На Так Держи Вот так вот Ну? Сейчас, подожди Смотри Сказал на два часа Вот и верь мужиком Не мог он забыть У него ведь бабуля Да какая бабуля? С бабой завис где-нибудь Юляша Что? Точно что-то случилось Иначе бы он ответил на звонок Ладно, ну Давай ее Возьмем, что ли, домой Ну Хозяйка сказала С животными нельзя Ой Были бы хоромы какие-нибудь А то халупа Сельпошная Последняя маршрутка Поехали, не узнает она А мне еще до клуба причепуриться надо Давай Юляш, ты поезжай А я здесь подожду его Потом на такси доберусь Ну что? Что? Виктор, 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 ты меня слышишь? Так. Ой, господи боже мой, что же делать-то? Алло, скорая? Аккуратней, ребята, аккуратней. А что теперь будет с ним? Ну, первая помощь оказана. Ну, ушиб головы был сильный, как вы понимаете. Так что, нужно, чтобы кто-то сообщил родственникам. Ой, спасибо большое, бабуля. Пароль. А можно я с вами поеду? Можно-то можно, но без собаки. Извините. Прости меня, баба-жаба, но иначе никак. Так. Давай, заводи. Стойте! Поехали. А он вам кто? Ну, как вам сказать, мы должны быть вместе, но потом. Он... Невеста, что ли? Давай, залезай, быстро. Спасибо. Спасибо. Доброй ночи. Здравствуйте, Олег Петрович. Куда вы его? Куда в реанимацию? Тихо, 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 тихо. А вы кто? Я просто хотела... А, невеста, мне говорили. Помоги мне. Так, рентген. Рентген. Показал. Что? Что показал? Везунчик ваш, Виктор Князев. С вами все в порядке? Угу. Но вы попозже можете к нему зайти. Не выдавай меня. С вами все в порядке. Алло, он, он в больнице. Виктор Князев. Где он? В какой палате? Сейчас. Тихо, фундочку. Сейчас. Все. Спите дальше. За мной. Это все ты насоветуешь ужасных машин, а потом дети в больницу попадают. Здравствуйте. До свидания. Да, как ты смеешь? Простите, коллега. У Виктора прекрасный красотник. Новый. Это все дороги. И водители с неустойчивой психикой, как у некоторых. Ты на что намекаешь? Прекратить? Стыдно. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг. Долг. Друг перед другом и перед будущим ваших детей. Мама, мы со вчерашнего дня в разводе. Да, да, Аврора Аскольдовна. И извините, дети у нас взрослые. Да. Сынок стал. Сырочек, сырочек. Ты видел? Не видел, барышка. Он в сознании. Я не знаю. Ты видел снимки? Я еще, я только пришел, барышка. Безобразие. Не пускают ближайших родственников. Кто здесь главный? Так, давайте не будем плечать. Куда вы хотите попасть в ночное время? Простите, коллега. Здравствуйте. Виктор Князев. Простите, где он? Виктор Князев, пойдемте. В какой он палате? Пойдемте. Как он себя чувствует? Какая у него температура? А кто за ним сейчас ухаживает, доктор? Кто ухаживает за ним, доктор? Можно к нему вообще попасть? Вот в этой палате Виктора Князева с ним его невеста. Невеста? Я его сейчас догоню. Дверь прямо, Аврора Аскольдовна. Ой, Витюшенька. Витюшенька, сын, дочек. Что произошло? Тебе очень больно. Почему? Почему ты не позвонил? Ты превысил скорость? Ты почему ты молчишь? Витюша, ты был в опасности. Да. Ты чудом спасся, слава Богу. Но я тебе доверила самое драгоценное существо в мире. Где она? Витюша, Витюшенька, где бобеда Жозефина? Где? А кто это? А кто это? Он ее потерял. Он ее потерял. Здравствуйте. Бобеда. Боже мой. Боже мой. Деточка моя. Спасительница. Давай сюда сумку. Иди в сумку, а то засекут. Ты почему она мне не рассказывала? Как вас зовут? Оксана. Какое счастье, что в семье наконец появится такая милая, такая добрая девочка. Но я не... Она не бросила маленькую собачку в трудную минуту. Я просто хотела... Она простая, простая, скромная. А смотрите, юбочка нормальной длинной. Видите? Где вы познакомились? На работе? Да, как раз на работе. Такая молодая, а уже финансист. Виктор заезжал с бобедой Жозефиной. Вы нас простите, он так редко к нам заезжает. Мы же ничего не знали. Можно тебя обнять, дочка? Ну что вы? Очень приятно, очень. Очень. Ну, как давно вы вместе? Когда он сделал вам предложение? Смотрите, как покраснело. Какая прелесть. Какая прелесть. Бабуля! А кто эта девушка? И вообще, кто все эти люди, бабуль? Кто они? Кто они? Петроградная амнезия. Какая? Частичная потеря памяти. Это означает, что он не помнит многого, что было до аварии. Слава Богу, наша амнезия является регрессирующей память, регрессирующей память, вернется постепенно. Что вы хотите, такой удар. Кстати, скажите спасибо невесте за свое время наказанную помощь. Если бы не она, дело обстояло бы гораздо хуже. А так, есть надежда на скорое выздоровление. Антисанитария. Немедленно покинуть больницу. Это, это монтисанитария. А как вам Оксана? Что скажете? По-моему, Марина была, да? Милая, милая. Нет, ну вообще-то странно. Раз и невеста банкира. Как-то быстро. Читаешь мысли. Обратил внимание, у девушки интересное пигментное пятно под ушком. И что? Очень характерное. И что? И бледность. Ну что я говорил, мастерство не пропьешь. Ойли, убери. Ты опять? Убери сейчас. Тихо. Детка, ты в положении? Ну говори, не скрывай. Здесь все свои. У меня будет внук. Да. Я уже не знаю. Я знаю. Глаз алмаз. Пожалуйста, а можно я домой поеду? Нельзя. Ну куда ты ночи-то, а? Ты где живешь? Стасик тебя отвезет. Стасик. Стасик? Стасик. Конечно. Спасибо большое. Вот, возьмите, пожалуйста Любопытно, нынче живет деловая элита С размахом Так это, зато банк недалеко Никаких пробок пешком дойти можно Ага Ну, я пойду? Да, конечно, конечно До свидания Недалеко ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абонент сейчас недоступен Пожалуйста, оставьте ваше сообщение Отлично После звукового сигнала Да, бабуль Не совсем Бабуля волнуется Спрашивает, как добрались А Ну, что, домой не пускают? Ключи забыла на работе В банке? Угу Ну что, поехали тогда Куда? В банк? Домой, к Виктору А, да нет Нет Нет, бабуля лучше не расстраивать Проходите, не стесняйтесь Спасибо Вы ведь были здесь? Ну, не часто А, тапочки дадите? А, так а вы проходите так Доброводница уберет А нет ничего холодненького, а? Конечно А холодильник в спальне Да я переодеться хотела Но позже Угу Да, забавно Оксана Опять Что, что такое? У меня голова кружится Тихо, тихо, тихо Тихо А это вы кому? Отцу Он же врач Нет, нет, не нужно Мне уже лучше Возьмите Что, правда лучше? Правда Мне просто поспать нужно Да, надо отдохнуть Обязательно Отдыхайте Ключи Хорошо Отдыхайте Угу Спасибо Ужас, ужас Отдыхайте Тихо Отдыхайте Тихо Отдыхайте Витя, а налей мне вина. Спасибо, милый. Спокойной ночи. Витя, открой дверь, пожалуйста. Здрасте. Привет. Новый домработница? Ага. Давно была пора и тортиллу уволить. За столешницу смотри на кухню. Там царапины остаются. Хорошо. А вы... А я не понимаю, куда Виктор Сергеевич запропастился. Утром дома был? Нет, не был. Выпекнали? Там, там. Ты представляешь, он вчера пропал, дочан не встретил. Я еле выкрутилась. Пожалуйста. Шторы открой. Где его только носит? Он... он память потерял. Он совесть потерял. Нет, правда, он ни в чем не виноват. У него ретроградная амнезия. Это в такой ответственный момент. Авария была. Он сейчас в центральной больнице. Он вообще хоть что-то помнит? Только бабушку. Удивительная осведомленность. Для новой домработницы. Если Виктор Сергеевич не помнит, где у него что лежит, то я прекрасно помню. Не надейся. Абイ. Абイ. А? Почти успела. Оксаночка, миленькая, прости меня, пожалуйста, прости, прости, прости. Я сегодня утром только увидела, что ты мне звонила. Угу. Значит, у тебя все хорошо? Ой, мимо. Женатик. Сегодня утром позвонила жена. А так ведь не узнала бы. Ну-ну. Так. Сейчас, так. Здравствуйте. Здрасьте. Четвертая, девяносто второй. Тысяча двести. Двести рублей, посмотрите. Пожалуйста. Девушка, а у вас во сколько смена заканчивается? Когда надо, тогда и заканчивается. До свидания. Угу. До свидания. Ну? Еще один. И зачем ты его отшила? Симпатичный молодой человек. Очень. Кофта линявая, джинсы драные, кеды старые и ездит на корыте. Угу. Ну, ты-то как? Давай, рассказывай. Ой, Юляша, я даже не знаю, с чего начать. Бабуль, ты прям как на свидание нарядилась. Ха-ха. Хочу заметить, молодой человек, что я единственная, кого Витюша помнит. И я не хочу, чтобы его единственное воспоминание разочаровало его. Мне тут странно все это, а. Что? Ну, вот у Витьки много девчонок было. И модели, и танцовщицы, и стюардессы. А вот это вот, ну, совсем на них не похоже. Господи, ну почему? Финансовый директор банка должна быть похожа на какую-то вертихвостку. Вот именно, что она и на финансового директора не особо смахивает. Я видел, где она живет. Стыдно, Стасик. Стыдно. Бабушка. Даже Бабетта Жозефина ее признала. А ты знаешь, она разборчива. Так что позвони Оксане и пригласи ее на семейный ужин. А почему я? Наладишь отношения. А у меня нет ее телефона. То есть как? Ну вот так. У тебя нет телефона твоей родственницы? Так, вот насчет последнего я сомневаюсь. Так, поищи у Виктора. Ой, бабушка, а тут пароль. Мой день рождения. Посмотри, бабуль, глянь. У жениха нет телефона невесты. Нет, подожди. Может она записана как-то по-другому. Ну как? Ну, милая, например. Любимая. Нет, бабушка, этого просто не может быть. У него не может быть такой девушки. Не может. Вот посмотри на нее. Станислав, я была от тебя лучшего мнения. Перестань завидовать брату. Да, и не забывай. Она спасла. Она спасла его и Бабетту Жозефину. Я уверена, Оксана все нам объяснит. Садись. Конечно. А ты ведь был у нее? Был. Вот, поезжай и пригласи. Бабушка, у меня заказ. Теперь получается, что я невеста, директор банка, домработница, беременная и лгунья. Как все удачно сложилось. Девушка, я третий раз повторяю. Девяносто пятый на тысячу. А какая колонка? Вы издеваетесь? Вторая. В общем, поеду к нему в больницу и во всем признаюсь. Ты что, с ума сошла? Он тебя вот теперь где. Пользуйся. А если он все вспомнит? Вот что тогда? Тогда влюби его в себя, как эту Жоржету, и дуй с ним в ЗАГС. И что, мне его теперь вон, чипсами кормить? Нет, нет, нет. Нельзя отношения строить на лжи. Нельзя. Это смотря с какой стороны посмотреть. Ты врать хотела? Не хотела. Правду сказала? Но я не хотела делать боль на его семье. Бабушка, мама с папой, они так чудно ко мне отнеслись. А почему? Ну, потому что они желают счастья своему сыну. Ой, потому что они тебя признали, дурочка. Вот и не смей их разочаровывать. Дай им то, чего они так хотят. Судьба. Понимаешь? А может и правда судьба. Ой. Девушка, я же просила вторую колонку. А и? А вы забили первую. И заправили на мою тысячу какого-то байкера. Какой красавец. Может быть, это судьба? Да? Вы так думаете? Так. Бабуль, бульон? Прелесть, а не бульон. Ну, бабуля. Я твоих родителей с собой не взяла. Хотя они очень рвались. Ты их вспомни сначала. Я, бабушка, стараюсь. Ой. Бедный мальчик. Вот тебе задание. Вспомнить все. Не закрывайте. А вы к кому, молодой человек? Здравствуйте. А вы не знаете, здесь девушка живет на втором этаже справа. А? Опоздал, кавалер. С утра еще укатила на спортивной машине желтого цвета с полюбовником. А откуда вы знаете, что с полюбовником? О, а то я не знаю, когда у Людев отношения. Целовались они вот прям вот тут. И в машине еще. Вот как? Ну ничего, она мне попляшет. А вы не знаете ее номер телефона? Я бы позвонил. Просто телефон свой дома забыл, а по памяти не помню. Номера нет. А ты на работу ей позвони. Проверь. Вот наверняка же ее там нет. Будет врать. А номер рабочий есть. Мне хозяйка их квартиры дала на всякий. На кого-то. Звони. А потом отомсти. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да? Ха-ха-ха! Мужчина, какой банк! Проспитесь! А, да, конечно, банк. С кем вас соединить? Финансовым директором? Юля, аж я не буду ни с кем разговаривать. Как вас представить? Соединяю. Это брат. Да? Конечно, могу. Поскольку… Хорошо. Юляша, меня на семейный ужин зовут. Так прекрасно. Стас заедет за мной после работы. Ну? А в чем я пойду? Я сегодня в платье каком-то и в тапках. Ты у нас где работаешь? На заправке где? Какая заправка? В банке! У тебя есть полтора часа. Давай. Добрый день. Курьерская служба АЗС. Девушка, а можно я у вас быстренько в туалет схожу? А то у меня еще три точки. Я боюсь, не дотерплю. Не положено. Ну, девушка, мне правда очень нужно. Я… Я буквально на одну минутку. Ой… Уточню у службы безопасности. Алло, Димочка. Доработаем потихоньку. Вечером? Пока не знаю. А какие будут варианты? В кино смотреть нечего. В ресторанах… Ой, девушка, я больше не могу терпеть. Мне вот прям, прям очень нужно. Секундочку. Прости. Так какой ресторан? Итальянский. Да. Давай. Девушка. Во сколько? Спасибо. Ой, девушка, а куда? Направо или налево? Прямо. Прямо. Дима, извини, это я не тебе. Да ладно. Правда? Интересная новость. Угу. Да я тебе серьезно говорю. До свидания. Конечно. А все прошло успешно? Переговоры успешны. Слушай… Что так поздно? Мог бы и пораньше прийти. Сегодня семейный ужин же у нас. Помог бы. Ну… Я же вроде бы… К этой семье не имею больше отношения. Это… Ты ко мне не имеешь больше отношения? А к нашим детям… Поэтому я и задержался. Я ездил в больницу. Мама же просила тебя… Да не беспокоил я Виктора. Я поговорил с врачом. На нашем профессиональном языке. Ага. Думаешь, они не обойдутся без советов гинеколога? И вообще. Я завтра же… Слышишь? Завтра съеду. И куда же это мы собрались съезжать? Вот. Однушка у кольцевой, например. От работы далеко. Так. Тогда вот. Портовый район. Очень, очень неблагополучный район. Ну, тогда вот вариант. Первый этаж. Да к тебе в окно каждый шушер будет заглядывать. Угу. И вообще. Что я зря тридцать лет в ЗАГТе проработала. Я столько сердец соединила, а ваш брак не спасло. Ну, что ты опять? Ну, что ты опять? Ну, всё, всё. Я не могу больше с этим рухлей жить. Не… Ну, никакой же каменной стены. А цветы на восьмое марта. Ну, хоть бы один раз. У тебя же аллергия на пыльцу. Ну, ничего. Я бы в маске бы походила. Удивительно, Оксана. Мы с Витькой не часто общаемся, но я обычно в курсе его увлечений. Вот про вас он мне ничего не рассказывал. Вы с ним недавно познакомились? Недавно. Но я раньше видела его на работе. И уже невеста. Да, вот. Он водил вас уже на концерт вот этих старых рокеров? Нет. Нет? Нет. Это его любимая группа. Да? Конечно. Странно. А мне казалось, он электронную музыку любит. Для программирования успеха. Ага. А баром своим не хвастался? Откуда он такие вина берёт? Ну, настоящий раритет. В баре только виски. Да вы что, неужели? Послушайте, я не уверена, что имею право в данный момент. Вот идиота. Нет, ну вы же были у него. Были. А какие Витька любит мультики? Какой у неё самый любимый? Вот с детства. Он дома его не хранит, стесняется. Стас, к чему допрос? К какой мультике я спрашиваю? А почему я должна вам отвечать? Потому что лучше сейчас ответить мне, чем потом будете отвечать полиции. Что? Это ты одна всё придумала? Или вместе со своим хахалем? Может быть, это он и аварию подстроил, а? Каким хахалем? Да тем, который на спортивной машине, на жёлтой. Да что ж, вы следите за мной что ли? Слушай, если тебе нужны деньги брата, давай с ним и разбирайся. Его семья уже давно не интересует. Ему наплевать. Но запомни, я не позволю врать ни родителям, ни бабушке. И собаке. И собаке. Машину остановите. Угу, сейчас. Мне бабушка не поверит. Будешь ей сама всё объяснять. Я не поеду с вами никуда. Вы можете сами спросить у консьержа, во сколько я оставила ключи от квартиры Виктора. Примерно в это же время за моей соседкой заезжал её ухажёр. На своей жёлтой машине. Бабушка звонит. Волнуется. Она очень расстроится, если вы не приедете. О-о-о. Евгений Алексеевич, а можно я завтра приеду? Хорошо, еду сейчас. Еду. Заказчик. Это не земляника. Что вы имеете в виду? Это недавленная земляника. Так что нам придется прибегнуть к пункту 10.3 нашего контракта. Что такое пункт 10.3? Расторжение договора с компенсацией расходов заказчикам. Знаете, я, в отличие от вас, институтов не кончал, но точно знаю, что давленная земляника – это зеленая с красными пятнами. А, зеленая с красными пятнами? Да! Так вот это земляничная поляна. А ваша жена хотела пастель. А! Что говоришь ты, пастель? Представляешь? Кровать на кухне. Дизайнер. Пункт 10.3 нашего контракта. Все. Нет, да мы друг друга не понимаем. Пойдем. Нет, нет, Станислав Сергеевич, я, кажется, поняла. Вам хочется ярких штрихов, которые бы подчеркнули вашу индивидуальность. Уверенность, а иногда и жестокость. Ну? Станислав Сергеевич, ну я сейчас, я попытаюсь объяснить. Ну, это как тишина подчеркивает громкий звук, так и сдержанное пространство может стать лучшим фоном для русских декоративных идей. Дизайнер. На крайне, а иногда и жестокость. Дизайнер. Ну а и рейв-партамин, а иногда и жестокость. Ну и раз. Ну я не знаю, что я не знаю, что я могу. Вот, это имел в виду Станислав Сергеевич. Да. Вот, 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 это ж другое дело-то, а! Спасибо. Оксана, ты меня спасла. Ну, плитка действительно очень красивая. Да не в плитке дело. Мне за помещение надо платить. Еще немного, и оказался бы на улице, вместе со всем реквизитом. Реквизит у дизайнера? Да квартира — это подработка. Понимаешь? Чтобы не загнуться. А художники театра не шибко-то востребованы. А с твоими идеями цвета я еще продержусь на плаву. А можно я украду? Ну, конечно, можно. Нет, откуда такие знания? Я заканчивала Саратовское художественное училище. Опа, неожиданно. Потом здесь поступала в академию, но неудачно. Но я буду пробовать в следующем году. Вот как. Правильно делаешь. Пробуй. Я три раза эскизы подавал на конкурс. И мне даже не ответили. Но в этом году все равно участвую. Представляешь, Летуновский в Дальнеморске алый паруса будет ставить. Режиссер Летуновский? Конечно. Боже мой, я же на его спектакль «Обломов» кое-как билеты смогла достать. Удивительно. Замечательный режиссер. Он гений. Ты бы видела, какой я ему корабль придумал. А эскизы покажешь? Конечно, покажу. Но они сейчас в мастерской. А нас ждут. Бабушка не любит, когда опаздывают. А, ну, ну да, да. Кухня. Лицо семьи. И вот как мы сейчас выглядим. Я скажу, когда можно. Все? Нет. Тихо. Еще? Все можно? Нет. Стас, пожалуйста. Иди. Все? Иди. Еще один шаг. Еще один. Все, я не могу. Все. Так неожиданно и красиво. Да. С детства мы с братом, когда родители ссорились, всегда сюда сбегали. А потом я продолжал приходить сюда один. А я бы все время сюда возвращалась. Даже если бы родители не ссорились. Здесь очень красиво. Как в сказке. Будто сейчас откуда-то оттуда появится огромный корабль с Грейм на капитанском мостике. А вон оттуда выйдет его встречать Ассоль. Здесь. Погоди. Разве романтики работают в банк? Ну, конечно, работает. И мечтает стать дизайнерами. Не, ну как-то необычно для человека смыслящего в ценных бумагах, во фьючерсах, в быках, в медведях. На самом деле, всякий народ приходит. Вот я лично отвечаю за кассу. Здесь все очень просто. Сколько денег дают, настолько и заливаем. Чего заливаем? Ну, в смысле, на счет заливаем. Финансы. Ну, термин такой, банковский. Да в любом случае, ты не переживай. Любой дизайнер должен уметь разбираться в финансах. Грамотная смета – это половина дела. Да. Субтитры подогнал «Симон»! Масечка, опять какую-то ерунду смотришь. Но мы же с тобой говорили. Ты вице-президент банка. А все как дитем мало. А мы знакомы? Масечка, ну я бы пораньше приехала. Я не могла. Занималась датчанами. Одна. Из тебя. А вы… Вы… Вы уж… Неужели все так серьезно? Марина. Ну, вспомнил? Мы партнеры. В каком смысле? Ну, Масечка. Ну, во все. Можно еще раз? Что здесь делает твоя домработница? Моя невеста – домработница? Домработница – твоя невеста? Вспоминай. Я вспомнил только бабушку, а она сказала, что я в банке с ней познакомился. Вспоминай. Мама. Я тебе покажу маму. Так. Мама. Папа. Стас. Жабета Бабифина. Жабета Жозефина. Я не помню. Невесту я не помню. И вас, тебя не помню. Уболь! Как вы сюда попали? Примерно так. Когда вспомнишь – позвонишь. А если не вспомнишь, придется забыть не только про меня, но и про бизнес в Копенгагене. Найду другого партнера. Наташа, найди ко мне дизайнера Станислава Князева. Пригласи ко мне на встречу. Хочу обновить кабинет и рецепцию. Это родственник Виктора Сергеевича, да? Мы это не афишируем, да? Поняла, поняла. Что это такое? Это очищающий чай. Мне его из Китая привезли. Вот. А это БАДы. Но их с этим чаем нельзя. Ладья, у меня еще есть вот подавитель… Лучше б ты освежитель воздуха купила. Ты сегодня к нему поедешь? К кому? К жениху. У нас же смена. Ты хоть поспала? Ага, два часа. Я думала, кстати, что ты вообще не придешь. Жиляша, если бы ты знала, что это за люди, какие у него родители, а бабуля. Он такой талантливый. Кто? Виктор? Да нет, Стас. Его брат. Ну-ну. Сейчас, подожди. Да? Да. Да. Хорошо. Что? Юляша! Что? Стас меня позвал в новый проект. Хочет со мной к заказчику съездить. Это же опыт, это творчество. И вообще в институт легче поступить с портфолио. То есть теперь тебе смена не мешает, да? Ну… Марина Юрьевна, к вам Князев. Кто с ним? Ассистентка. Пускай войдут. Спасибо. Здравствуйте. Здрасьте. Девушка, здрасьте. Вы же вчера полный бак заправляли. Да, это да. И? А вы знаете, что я подумал? А что, если нам с вами… Молодой человек, понимаете, вы мне мешаете. А может быть, я в ресторан хотел вас пригласить? Ну… Да ладно, какой там ресторан? Идите. Идите. Ну? Знаешь, кто у нас со Стасом заказчик? Кто? Это акула Марина, которая к Виктору как к себе домой. Да ладно. Я очень надеюсь, что она меня не узнала. Слушай, я думаю, что это не совпадение. Твоя Марина клиник Виктору побивает через его брата. Тебе нужно скорее выходить замуж. И беременеть. Юляш. И проект тебе нужно бросить. Нет. Да как ты не понимаешь? Это Марина таких дюймовочек, как ты, может быть, каждый день прихлопывает. И все-таки отказываться не буду. Этот проект – мечта. Нет уж, ты все-таки выбирай. Или проект, или принц. Так одно другому не мешает. Я могу быть и женой, и дизайнером. Угу. И вообще мы со Стасом два варианта эскизов обещали в кратчайшие сроки. Не могу же я его подвезти? Юляша, мне очень нужен выходной. Пожалуйста. Бу! Не служба безопасности, а общество анонимных черепашек. Что там? Журавлева Оксана. 23 года. Родилась в Саратове. Рано лишилась родителей. Росла в детском доме. Уже хорошо. Так, значит, что художественный колледж закончила подвал документы здесь у нас, но не прошла по баллам. Работает на ЗС. И как тебя легко так с работы отпустили, а? За свой счет всегда легко. Прошу. Не сразу найдешь вход в этот подвал. Ну, это не подвал. Это мастерская. Вот так. Ну что, приступим к делу? В экспликации не хватает данных. Тут явная неточность. Видать, план бы-то и оформлялся за деньги. Особенно вот в этой части. Попробуем. 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 Да? Хорошо. Думаю, часа через три. Тут еще рубашка голубая не высохла. Потом заберу. А я вообще не понимаю, зачем тебе брюки со стрелками, если ты в деревню к брату собираешься? Там нужны только резиновые сапоги и москитная сетка. А в клинику мне тоже в сапогах ездить? Или в сетке? Как Гиппократ? А ты вообще бы Гиппократом так бы и ездил, если бы на мне не женился. Правильно, мама говорила, голь перекатная. Это твоя мама про своего покойного мужа говорила. И говорила, между прочим, ласково. Это не важно. Все равно все твои лучшие вещи выбраны и куплены мной. Ну, ведь на мою же зарплату! Молчать! Невестка приехала! Ездили с утра к Витюше. Маму, папу вспомнили. Добрый день! Здравствуйте! Какое облегчение! Стасика! А что еще вспомнила? Аварию нет. Никак. И тебя тоже. Да не огорчайся. Не огорчайся. Куда? Помоги Нине. Я тогда к нему сегодня поеду. Да, я поэтому и позвала. А то смотрю, он в экран уставился и мультики одеться другим смотрит. Это же глаза ломать с этими планшетами своими. Ты отвези ему пару нормальных книг. Хорошо. Ну, выбери что-нибудь. Вот эту. Ой, нет. Нет, это Стасику интересно. Ну, Витюше. Конечно. А давайте тогда Агату Кристи. Вот, да. Классика и легко читать. Умничка. А это что? Альбом семейный. А можно? Нужно. Нужно, Оксана. Ты же теперь наша семья. Ой, как интересно. Ой, а эта бабуля строгая такая была. Командовала. Ее все боялись. Даже вы? Я никого не боюсь. Вот это после войны. Нина, Сережа, ну несите чай. Какие лица у всех. Пожалуйста. Мама. Чудо с бантиком Нина Симоновна. Это Витюша, наверное? Да, это Витюша. А это Стасик. Да, это Стасик. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На, 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 на Ну, я поеду. Я закрою. Оксана, я могу вас довезти. Было бы здорово. Спасибо. Пойду. Угу. 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 Аварийный комиссар, документы. Этим всем брат занимается. Да, и мне нужна полная покраска кузова. Ну, за счет страховой, да? Ну, естественно. Все, договорились, конечно. Все. Спасибо большое. Спасибо. Угу. До свидания. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну, как ты себя чувствуешь? Эм... Нормально. Да. Вот. Бабуля. Угу. А ты... А зачем ты машину перекрашиваешь? Да, аэрографию это... Брат на день рождения сделал. Вот. Использую возможность, чтобы убрать. Жаль. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Ну, я тогда поеду. Виктор, ты уже всех вспомнил? А можно я заберу вот эту фотографию? Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Юляша. Ой. Прости. Привет. Бедная. Одна смену отстояла. Зато ночью спать буду. В отличие от некоторых. Угу. Но я думаю, мне все равно всю ночь над эскизом сидеть. Так можно и здесь. Клиентов ночью мало. Ты знаешь, днем вообще-то тоже. Ни одного принца. Слушай, твой-то как? Ну, не знаю, мой ли, но принц. Вот с такой короной. Принц. Привет. Здравствуйте. Это вам. Ну, это же вы нас познакомили. Вы же сказали, что это судьба. Принц. Спасибо. 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 Да. Видимо, моя судьба еще где-то на дороге. Ладно, пойду я домой, а ты давай выбирай, какой для тебя проект важнее. Этот или замужество? Ну, поженимся мы с Виктором. О чем мы с ним разговаривать будем? Меньше слов, больше дела. Подглядывать нехорошо. Показывай. Что? 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 Показывай сюда. Кажется, мы думали об одном и том же. Ты чего? Я конфискую. Ты украла мой корабль. Ну, я, я хотела… Что? Стас, подожди. Станислав Сергеевич. Стас, перестань. Станислав Сергеевич, я вас… Стас, перестань. Станислав Сергеевич, я верну. Ну, ясно, и поворачируあのæи. Ты должен дать ранее надо? С Russians Едор ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Хорошо. Спасибо. Виктора выписывают. Что-то мы не то делаем. Не то. Это я виноват. Не ты. Я. Стас. Стас, послушай меня, пожалуйста. Стас, подожди. Ну, послушай. Я хочу тебе всё объяснить. Я прошу тебя. Ладно, увидимся. Здравствуйте. Виктор. Здравствуйте. Спокойный режим, отдых, сон. При правильной реабилитации в вашем случае память должна возвратиться полностью. Ну. При поддержке родных и близких. Ну, до следующего осмотра. До свидания, Олег Петрович. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Виктор, я тебе сказать хотела… Витюша, Витюша. О, бабуля, мама. Ну, наконец-то, наконец-то домой, мой сыночек. Витюша, посмотри, она плачет от счастья. Боже мой, какое доброе, какое трогательное существо. Смотри, не обижай её. Ну, папа с бабетой Жозефиной внизу. Она не любит долго ждать. Идём? Ну, пошли, пошли. 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 Ну, как ты? Как тебя кормили? Да, мамуля, хорошо кормились, хорошо. Бабушка кормила. Пернатый парусник в городе? Что это за бред? Ну, это метафора. Давайте обойдёмся без метафор. Рассчитайте вот этот. Марина, а вы не против, если дальше проект будет вести моя коллега? Коллега, я так понимаю, от Оксана. Видите ли, мне в командировку надо ехать. Видите ли, я не могу доверить офис девушке с заправки. Простите? Подождите, вы что, правда не знали? Приходит клиент на заправку. Его встречает очаровательная девушка. Он говорит, заправьте мне, пожалуйста, машину. Она... Вы знаете, с сегодняшнего дня бензин подорожал. А он, заправьте тогда вчерашнего. Здрасте. Здрасте. Вот мы на самом деле с вами сейчас тут усмеёмся. А вы думаете, это анекдот? У нас так часто бывает. Такие клиенты почти каждый день приходят. Правда? Да. Время шестого можно? Третья колонка на все. Угу. Останавливается какой-то джип, она в него садится. Значит, они едут, молчат. А водитель говорит, а что если я какой-нибудь маньяк тебя изнасилую и убью? А она говорит, не получится. Простите. Оксана здесь работает? Угу. Работает. Я за неё. Сегодня. Что там? Вы что, знакомы? Он уехал. Ну и что? Он уехал и не заправился. Ну, мало ли. Что ты? Так это ж его брат. Чей брат? Ты куда? Свадьбу устраивать. Юля. Потом. Потом всё. Потом мне некогда. Ещё кофе? Ну, судя по всему, вместе мы не жили. Нет, не жили. Виктор, послушай, я бы хотела тебе кое в чём признаться. Только ты не подумай обо мне плохо, пожалуйста. Да я, Оксана, пока вообще не жил. Я не знаю, о чём думать. Я не помню, о чём я думал. Я... Тебя не помню. Этой дурацкой аварии не помню. Ничего не помню. Я могу тебе всё рассказать. Всё как есть. Не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Ну, как же так? Что же вы не звоните, чтобы подтвердить встречу? Я уже не знаю, ехать к вам или не ехать. Всё-таки лучше украшать цветами. Например, голубыми розами. Но это всё не главное. Главное — ресторан и приглашение. Тамада и музыка — это всё дело техники. А вы заявление уже подали? Нет. Нет, заявление не подали ещё. Как не подали? Мы тогда ведь не успеем до седьмого. А вы же настаивали, чтобы это было седьмого. Какое? Седьмое — это на следующей неделе уже. Так дайте денег регистратору. Невеста в положении. Чёрт! Чёрт! Семь — это счастливое число. А вы же хотите быть счастливыми? Кажется, не хотим. Так. Платье мы уже заказали. И букет невесты тоже. Оплата по факту. В общем, так. Факта не будет. Виктор, мы с тобой в день аварии поссорились и решили расстаться. А потом, когда ты всё забыл, я не хотела тебя тревожить. Извини меня, пожалуйста. Ты уже пятый раз эту сорочку гладишь. И вовсе нет, мама. Котлет ему положи. Борща отлей в банку. Уже отлила. Только он вряд ли приедет. Хм! Сама отвези. Ну вот ещё. Оксана? Здравствуйте, Нина Симоновна. Теперь, когда Виктору стало намного лучше, я вас не могу больше обманывать. Угу. Мы расстались. Я попрощаться пришла. Спасибо вам, что… что вы такие. Ну, знаешь. Это просто безобразие. Это кошмар. Да. Да, я понимаю, это ужасно. Я уже ухожу. Угу. Взять. Угу. Азарова? Азарова! Ну, мы ж тебя полюбили, ты же наша девочка. Да, дочка, у тебя же ребенок будет. Ой, а я и забыла. Как я забыла? Ну, семейка, ну, внуки. Один не женится, другой в Дальнеморск без спроса уехал. Как вы сказали, в Дальнеморск? Так, об Оксане мы сами позаботимся. Иди грей борщ, накорми горимышку. А Сережа пускай сам приезжает. У тебя и без этого хлопот хватает. Афрора Аскольдовна, а вы можете позвонить Сергею Михайловичу, чтобы он сюда приехал? А я с тобой вообще не разговариваю. Я тебя еще не простила. А зачем? Идея у меня есть. Доставка! Праздник на дом! Здравствуйте! Доставка! Праздник на дом! Тихо, не кричите, пожалуйста. Давайте пройдем вот туда, хорошо? Мама! Мам, кто там? Кто? Да, это ошиблись. Это не к нам. Это ошиблись. Прости. Алло? Да, мама. Да, Сережа приехал. И уже уезжает. На берегу? А что ты там делаешь? Зачем? А что случилось? Алло? Ой, где же она? Где? Ну, не волнуйтесь. Все будет хорошо. Не волнуйтесь. Что? Пора. Идем. Мама! Мама! Сергей Михайлович! Что случилось? Мама! Мама! Что случилось? Пытания какие-то. Пойдемте смотреть. Ну, не знаю. Секрест. Вон, вон там. Как? Как? А? Ой! 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 Пойдем. Поехали. Да нет. Козырь, козырь. Нашенький козырь. Марина Юрьевна, к вам дизайнер Оксана Журавлева. Хорошо. Оксаночка, проходите. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, садитесь. Спасибо. Как раз собиралась вам звонить. Очень впечатлил ваш эскиз. Да, парусник в городе. Очень оригинально. Марин, извините, вам, наверное, покажется, что я морочу вам голову? Вы морочите голову? Ну что вы? К сожалению, я не смогу вести этот проект. Но Стас, он опытнее и намного талантливее меня. Он сделает для вас прекрасную работу. А в чем причина? Вы ждете ребеночка? Нет. Ну, как вам объяснить? Давайте, давайте я вам чаю сделаю. Ой, что вы, я не хочу. Спасибо. Мне это совершенно не сложно. Наташа. Наташа. Молодец, от тебя уже половина осталась. Я тебе буду ползарплаты платить. Так, где твой японский чай? Это китайский. Я так и сказала. Не сыпьте так много, он стоит две тысячи юаней. Таблетки? Это биологические активные добавки. Они стоят пятьсот долларов. С этим чаем нельзя. Я так и сказала. Ну, где еще? Еще что-нибудь? Наташа. Это подавитель аппетита. Не надо, я вас прошу. Наташа. Кощунство. Это какой-то страшно полезный чай. Продолжим. Вчера Нина с Сережей всю ночь просидели у озера. Представляешь? А потом Сережа под утро уехал, а Нина плакала, плакала. И заснула. Представляешь? Нина! Тихо, тихо, господи! Тише, тише! Мама, что за шум? Ой, Ниночка. Что? Нина. Будь моей женой. Еще раз. Ой, какая прелесть! Ой, что же нам с этим делать? Что я зря тридцать лет в ЗАГСе работала. Угу. Сейчас я позвоню Лидии. Как ее? Иванне, Василине. Николаевне. Николаевне. Сейчас. Сейчас. Алло, Лидочка! Аврора беспокоит. Мне нужно срочно поженить. Сегодня. На церемонию. Ну, конечно, я сама. По старой памяти. И вот еще одна у меня к тебе маленькая просьбочка. Надеюсь, вы понимаете, что я не готова оплачивать эскизы, если вы дальше не будете работать над проектом. Мне очень жаль. До свидания. Оксаночка, вам не хорошо? Ничего. Сейчас. Сейчас пройдет. Воды? Скорую? Да. Да, ой. Алло, скорая? Ну, что сказал врач? Все хорошо. Это от переутомления. Ну, мы жители мегаполиса в постоянном стрессе. Так хочется уехать куда-нибудь в деревню. Ну, или хотя бы домой на диванчик. А мне домой нельзя. Сегодня родители Стаса женятся. Да. Уважаемая невеста и жених. Сегодня самое прекрасное, незабываемое событие в вашей жизни. Не каждому так повезло. У вас это уже второе. Вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и разочарования, особенно которые связаны с разрывом Виктора и Оксаны. Ну, это чуть позже. Не надо прятаться от меня. Является ли ваше решение о восстановлении семьи искренним, взаимным? Прошу ответить невесту. Да. Да. Жениха. Да. Подойдите к столу регистрации. Объявляю вас мужем и женой. А теперь у меня банкет. Спасибо. А теперь у меня для вас сюрприз. Да. Ведь сегодня здесь, в этом зале, присутствует еще одна пара, которая тоже нуждается в воссоединении. Виктор, Оксана, детки, идите сюда. Нет. Оксана, возьми под руку этого болтуса. Бабуль, давай. Бабуль, давай. Бабуль, что это ты придумала, а? А вы? А вы подруга Оксаны. Встаньте около невесты. Это не невеста. Это аферистка. И у меня есть доказательства. Нет, что за город, а? Нормальный город, че ты. Кто не надо, приезжает, заправляется, а кто нужен, просто мимо проезжает. Это ты про того придурка в тертых джинсах? Это я в общем о жизни. Чипсы хочешь? Нет, спасибо. Чесноком, ты че? Мы расстались. Прикольно. Да. С тем байкером, что ли, да? Да. А я, а я уже привыкла, к счастью. Ну? Вообще знаком? Да. Да. Знаете что, вы заправьте на мою тысячу еще кого-нибудь. Ну, вдруг судьба. Хорошо. Спасибо. Ну, это вторая колонка? Да. Ага. Ну, посмотрим, кто подъедет. Она не работает в банке. Она не невеста. Оксана, это правда? И это еще не все. Главное, она не беременна. Виктор, кто эта женщина? Эта женщина, это моя девушка. Мася. Моя невеста и деловой партнер. Можно? Оксана. Оксана, Оксана, я не помню. Оксана? Дочка. Я не понимаю, объясни. Марина правду говорит. А то, что тогда случилось в больнице, это случайно получилось. И ты не любишь моего внука? Люблю. Я Стаса люблю. У меня рейс в Дальнеморск через четыре часа. Я ему хочу сама все объяснить. Да не стоит. Стас, приехал, молодец. Родители, простите, рейс задержали. Мам. Ой, спасибо тебе, сыночек. Стас, послушай. А ведь я чувствовал себя виноватым. Во всем. Ты ведь меня обманула, да? Ну, давай. Чего стоишь? Догони ее. А, минуточку. Вы нас распишите, пожалуйста. А заявление за месяц подают. Заявление за месяц подают? Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Заявление за месяц подают. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, долго еще? Скоро Витюша с невестой приедут. Вам же переодеться надо. Аброй Раскольдовна, мы спешим. Мама, мы и стараемся. Лучше бы сама все сделала. Так вот, а познакомился с ней Витюша на той заправке, где Оксаночка работала. Представляешь? Там кассирша что-то перепутала и на ее деньги Витину машину заправила. Почтальон. Держи, Бабета. Держи, Бабета. Дальний мозг. Ты письмо родителям отправила? Держи, Бабета. Угу. Ну, спасибо. Спасибо. Держи, что такое? Плохо? Нет, хорошо. Уже хорошо, нормально. Спасибо. Привет, Юляша, от меня передай. Ура! 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 Оксаночка, дорогая! Я, я не даром сразу тебя признала. Так, в рамочку, в рамочку! Ура! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон